привет друзья добро пожаловать на мой канал меня зовут юля и сегодня этот влог будет посвящен скажем так моим планам на творчество каким-то новинкам каким-то находкам и сегодня я решила еще добавить сюда в этот влог как раз таки распаковку от с моего обмена а т.с. скорее всего они будут приходить не все сразу естественно потому что девочки с которыми решили обменяться т.с. они находятся в разных краях света кто-то там в россии кто-то в украине кто-то еще дальше в общем совсем не близкий свет поэтому я как человек из беларуси буду степенно ожидать вот и буду потихонечку добавлять в этот влог мои вот такие вот новиночки подарочки в общем творческие мои будни ну и походу уже буду монтировать поэтому кому интересен скраббукинг кто любит всякие распаковки интересности и прикрасов то вообще увлечен творчеством добро пожаловать на мой канал ставим пальцы вверх подписываемся не забываем чтобы не пропускать новые видео и погнали начать я хочу пожалуй с того что я недавно заглянула фикс прайс небезызвестный всем магазин и кроме прекрасных цен прекрасных в косвенном смысле я обнаружила там интересные новинки в такой интересной цветовой гамме желто-голубо-белый вот здесь вот нужно посмотреть я сделала пару фоток что собой представляет новинки я имею ввиду что-то новинки декора возможно вам будет интересно посмотреть что-то для вашего дома или для антуража для съемок мне было интересно посмотреть мне было любопытно что же привезли новенького на цене я смотрела вот так вот прикрывая их рукой потому что думала если мне вещь действительно понравится я ее куплю но по сути большое обилие декора она уже дома есть и поэтому я решила что не буду ничего брать но кое-что меня заинтересовало а всякие фигурки они действительно интересные если это нужно в интерьере то и вполне можно приобрести качество весьма достойная мало доломита больше поли резина вроде так называется этот материал который гораздо крепче чем гипс он такой интересный на ощупь он не гнется это показываю рукой как будто он гнется нет он не гнется просто такой интересный материал выглядит как гипс я имею ввиду сдалека если посмотреть но если вы потрогаете будет такое ощущение что он такой как будто вот было что-то резиновое и она максимально застыла то есть вот какое-то такое ощущение она остается вот из этого поли резина я могу отметить вот такие вот интересные фигурки я думаю современное такое вот веяние до всякие скульптурные находки всякие там виниры милоски и так далее а в общем вот такая вот грустная мадам я назвала ее грустно потому что мне кажется что она не совсем веселенькая в нескольких цветах было в белом по сереньком и возможно там дальше еще в каких-то цветах в моей фикс прайсе возле работы было несколько но я обратила на них внимание не дешевые но при этом весьма приличные также посмотрела на всякие там декоративные тарелочки так далее но я могу честно вам сказать что доломит а все они сделаны из доломита декоративные они очень хрупкие вот здесь у меня тарелочка совушка из доломита она подарочная но вот я ее протирала и здесь на ней есть я не знаю как это показать вам будет ли это видно вот-вот-вот на глазике да вот они микротрещины и с этим ничего не поделаешь к сожалению поэтому как бы использовать такие штуки для того чтобы поставить на стол или там постоянно использовать и протирать не получится поэтому я прошла мимо посмотрела что да появились всякие минажницы интересные всякие тарелочки прикольная но решила пройти мимо вот и если вы хотите какие-то классные тарелки я вот здесь у меня куча маленьких ножиков я вам советую обратить внимание на тарелки именно в хонном отделе потому что много интересного чего фигурного привозят вот эту звездочку я приобрела там она из опалового стекла и это куда лучше потому что она не трескается как доломит и прослужит конечно же дольше и будет иметь такой более приятный вид поэтому насчет фикс прайса ну да можно заглянуть мне понравились шарики вы видели на первом фото но цена их выросла были 2 рубля или 3 рубля стали 4 рубля на белорусские деньги поэтому я так уже посмотрела но оттенки интересные серые белые голубые синие общем вот такая вот цветовая гамма поэтому кому интересно кто любит такие цвета go fix price посмотрите может быть вы что-то найдете интересное и для себя и кстати насчет минажницы я обратила внимание что многие девочки своих влогах а я смотрю влоги других мастериц приобретают для себя в общем минажницы обычно это круглые минажницы они могут быть как из доломита так и из керамики и стекла в общем неважно вариаций много и сейчас я видела что появились деревянные минажницы я видела по моему ура шан в влоге у нее была деревянная такая минажница в виде цветочка она ее приобретала на вайблерис я что-то похожее видела как раз таки фикс единственно что не сфоткала но я думаю вы поймете о чем идет речь обычная такая деревянная из а такого рыженького дерева я не знаю что за материал скорее всего это не дерево адсп какой-нибудь потому что ну качество и цена они ну понятно да совсем хорошее дерево фиксии там не бывает его ну или бывает я не видела в общем я к чему я долго думала нужна ли мне подобная минажница потому что это совсем такой не must have и когда я работаю и делаю какие-то проекты обычно на столе просто куча всего мне так комфортно кучечка там а высечек кучечка картона кучечка чеборда кучечка там вырубки кучечка еще чего и вот так вот она по кругу по всему столу в общем размазано и я подумала о том что возможно мне нужна минажница потому что ну это вроде как прикольно все в одном месте но ребята я честно могу сказать что я пробовала делать немножко по-другому у меня вот таких вот тарелочек красивеньких довольно таки много и я в принципе использовала когда готовилась какому-то проекту какие-то там открытки когда много все очень надо делать и это все интересные декора много всего навалено а я использую вот эти тарелочки я по тарелочкам в принципе все раскладывала я скажу что это вполне себе удобоваримый вариант но тарелки конечно это не минажница они занимают больше места поэтому и как-то в кадре что ли некрасиво но делать даже не в кадре дело в удобстве использования я считаю что тарелочки это неплохой вариант когда у вас немножко чего-то надо разложить и вот она тут по тарелочкам и плюс еще у них том что их можно поставить друг на дружку сложить и это двинуть в сторону это вполне себе хороший вариант но я вспомнила о том что у меня стоит шкафу дело в том что когда-то при царе салтане очень давным давно я приобретала на себе будучи в дизайн команды фабрики декору я приобретала себе очень прикольную штуку штука это выглядит вот так и походу даже не лазит кадр но я сейчас постараюсь и положить чтобы она влезла вот это shadow box то есть эта коробочка для прикрас интересна эта коробочка тем что в ней есть отделение и так как у меня в планах было сделать shadow box для фабрики декора украсить его очень у меня тут было свое такое видение сделать такую комнатку наверное в таком стиле 18 века в общем такое ракоко немножечко там таких вот красивеньких вензелей прекрас всего такого но как видите не задалось что-то у меня не пошло вдохновение стало криво косой поэтому коробочка лежит точнее не коробочка именно shadow box и прекрас остались я могу сказать что большинство прекрас у меня были проданы потому что здесь была детская комната вот-вот стульчик от чего-то вот эти остался но в принципе такой можно и детский оставить его можно и задекорировать в общем смысл в том что коробка осталась и вот эти прекрасы тоже остались и мне как-то shadow box уже делать не хочется во всяком случае shadow box и делают для того чтобы для детей там какие-то декоративные элементы у меня почему-то это дело не пошло не поехало никуда и в общем она осталась я решила что он вполне себе такой вариант такой shadow box использовать как минажницу почему нет можно заказать у брендов которые есть работа с мдф которые работают с мдф которые производят чикборд и плюс еще есть из фанеры вот такая вот резко у них можно заказать подобный ящичек с разлиновочкой какой-то с делениями здесь у меня вот получается 8 отделений 6 вот маленьких одно побольше и вот такое крупненькое и использовать его как минажницу почему нет это довольно таки удобный вариант здесь все влазит она высоко то есть декора можно насыпать вполне прилично и пользоваться вот тебе получается целый такой короб в котором будет лежать куча добра для проекта поэтому я отказалась от идеи минажницы самый главный минус наверное глубина они все сами по себе не особо глубокие поэтому декор я прекрасно понимаю с каким я объем декора работаю я понимаю что у меня не будет лежать чуть-чуть вырубки меня будет навалено всего и это все будет постоянно вываливаться на стол стряхиваться и даже если это в кадре бы где-нибудь в уголочке красиво смотреться мне это по сути нравится не будет поэтому я решила что вот этот чудесный шадоу бокс я использую в качестве минажницы для каких-то проектов когда буду готовиться я считаю что это будет куда удобнее нежели использовать вот такие вот штуки вот почему я рассказала вам потому что эта идея неплохая я делюсь своими мыслями и возможно это тоже пригодится и вам так что обратите внимание быть может у вас кто-то знакомый режет возможно бренд какой-то недалеко от вас находится который производит все это добро и вы закажете тоже будете пользоваться вот ячейки в размещение там каких-то элементов все можно как бы учесть по вашему желанию здесь у меня фабрика декор и вот такой вот shadow box по цене уже не вспомню я думаю можно все найти на сайте фабрики на всякий случай я оставлю ссылочку где можно найти эти shadow box и единственное что я могу вот сейчас на данный момент сказать что у меня остались элементы некоторые которые я бы хотела в общем короче я хочу от них избавиться такое слово красивое в общем я решила продать некоторые элементы которые у меня лежат и просто не используется поэтому девочкам из беларуси я предлагаю если кому-то вдруг интересно кто заинтересуется потому что я это точно буду отправлять в коробочке ну здесь видите они уже склеены я постаралась все это красивенько склеить и чтобы это было удобоваримо и уже использовать но к сожалению вот видите не задалось поэтому предлагаю кому интересно возможно для какой-то детской комнаты возможно для какого-то декора в доме может кто-то там делают цвет мини комнатки и будет интересно на все это посмотреть а есть вот такая вот вешалочка с тремя вешалками будет прикольно сюда платится повесить она классненькая потом есть вот такой вот камин как видите он объемный вот прикольно я старалась склеивала на универсальный клей или на цвета ну короче а ну тут все прям хорошо склеена потом вот такой вот есть подсвечник со свечами в общем такое вот люмьер да потом вот такая вот прикольная полочка я так понимаю это кухонная полочка ну или просто какая-то полочка на которую что-то можно взять поставить тоже на ветер вся склеенная хорошо так далее вот такой вот миленький стульчик с корона остался тоже для комнатки идеально повесить точнее поставить вот вот такая вот полочка тире тумбочка наверное то есть тут тоже что-то можно взять и поставить вот она тоже вся склеенная и плюс еще вот этот вот канделябр или светильник в общем такая вот люстра люстра на канделябр вот это да очень вот такая вот штука так что вот такой вот наборчик прекрас я готова с ним расстаться так что кому интересно пожалуйста напишите мне в комментариях или в контакте или в директ инстаграм кому девочкам из беларуси интересно я этого с удовольствием чем отправлю потому что мне это к сожалению оказалось не нужно ли возможно к счастью возможно вам это просто нужнее вот ну а мне остается цветки прекрасные общем которые я пущу куда-нибудь в работы и конечно же вот такая вот своеобразная но наверное более полезная для меня минажница так что вот такие вот ребята дела возможно вам тоже пригодится обратите внимание ну а теперь переходим к приятностям сегодня в выходной день в обед мне пришла вот вот такая вот бандеролька с украины это как раз таки с обмена т.с. моя первая т.с. очка с обмена с зимнего который я устраивала и кому интересно будет также ссылочка на этот обзор на обзор моих т.с там еще есть это если кто хочет со мной обменяться ну а я с удовольствием я еще не заглядывала я вижу только что-то розовенькое там бантик вроде вот и все я еще не смотрела это от насти по моему анастасия в общем давайте распакуем и наконец-то посмотрим что же мне пришло потому что я вижу только вот вот эту вот как-то сказать упаковку и все итак первая т.с. к давайте же посмотрим что у нас здесь здесь у нас прикрасы я вижу мы конечно же сама т.с. к давайте вот эту красивую розовую штучку оставим на потом и сначала посмотрим декор итак я вижу чип здесь чип от artistic line я с ним уже работала классный тонкий и очень прочный чип советую его красивый такой алмазик прикольно потом вот такой вот или два элемента это завитки у меня вроде такие были когда-то там давно я участвовала в каком-то сп на 14 февраля с альбомчиком я взяла альбомчик и я его выиграла и короче я заказалась целую хаб кучи борда от artistic line до сих пор у меня есть он очень классный и как бы не знаю закрылись они сейчас или еще работает я поищу если что ссылочку оставлю в описании потому что чип меня очень радует он классный и здесь вот еще вот такая вот парочка из тоже класс нючие забавные такие здорово спасибо большое и вот этот вот чипик тоже это вудшик да это вудшик такой вот милый зайка ну детские работы конечно больше ну тоже довольно таки миленько спасибо большое чип всегда пригодится в деле далее настя мне положила еще вот тут какие-то прекрасные вижу в пакетике здесь судя по всему у нас кружевка признавайтесь вы же любите кружевку так тут еще о тут анкер я вижу анкер мне тоже так есть пластиковые классные универсальные анкеры вообще в любые работы подойдет их можно и покрасить и такими оставить короче абсолютный must have это круто это лайк пассивочки так далее далее у нас здесь кружевка ой как красиво люблю это кружево носите очень такое нежное приятное очень красиво смотрится и ну как бы такие ассоциации сразу каша полу свадебные полу нежные очень очень красиво у меня когда-то знаете еще какие ассоциации у меня когда-то у бабушки когда приезжали к ней в гости на выходные у нее вот на подушках лежали такие как это сказать ну вот тоже что-то по ощущениям такие платки что ли ну это не платки это типа не не скатерти что ли я даже не знаю как это правильно назвать научим и вот у них на краях была вот такая вот вышивка такие вот прекрасы а серединка тоже была такая полупрозрачной и подушечки ну понятно горочкой так складывались и укрывались этой тряпочкой назовем это так в общем тоже такие приятные ассоциации хотя конечно это у нас свадебные работы это у нас детские работы ну и куда вы там кружево захотите засунуть любые женские работы вот спасибо большое на себя очень красивое кружево и очень приятно очень здорово конечно выглядит супер так дальше у нас здесь оказались тэжики о тэжики новогодние не знаю из каких коллекций по бумажке могу сказать что это а это походу скраб мир 200 грамм хотела сказать пошел уже бумажку на ощупь определяю 190 200 грамм так вот такой тэжик вот такой тэжик ну да что-то такая коллекция напоминает по моему принты да вот деревяхи это или скраб мир или фабрика декора но больше на скраб мир похоже у меня что-то похожее было может листы вырезания хотя вряд ли может я просто держала в руках такую коллекцию но довольно таки прикольные хорошие тэжики везде пригодятся я считаю так а здесь у нас уже пошло что-то другое смотрите-ка да походу как это школьная коллекция ну на украине есть и фабрика декора скраб мир поэтому здесь немножко бывают сложности определить но по-моему это все-таки скраб мир вот такие тэжики такие такие прикольно просто универсально но еще удобно прикольно в любой работа можно засунуть вот эта детская забавная так вот такая с карандашиками вот такой малыш вот сразу две детские работы можно хо хоп ла 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 и все готово девочка мальчик прикольно так вот такая тут с циферками типа счет ну они с другой стороны универсальные поэтому тут можно вполне себе разобраться первый раз первый класс ну да школьная тема спасибо большое настя тэжики это круто тэжики я люблю и они всегда в деле пригодятся ну и давайте же посмотрим на вот эту вот розовую симпатичную штучку благодарю за обмен настя тэжик еще один вот спасибо тебе настя бантик красивый такая розовая няшность с ковром прям вот такая мастхэвная гамма развязан бантик тоже нам пригодится мы его выкидывать не будем так бумажечка тоже красивенькая нежненькая такая я как бы в предвкушении потому что я не помню я в основном девочкам говорила то что высылайте любую мне даже какое-то вот такое более приятно будет получить сюрприз предвкушение поэтому я не знаю что мне здесь придет и и и ой ой а что это о ого а что это так ребята не знаю как вы а я сейчас немножко затруднений я вижу здесь такая вот т.с. к зимнее настроение можете посмотреть контакты настей здесь прикольно здесь два окошечка получается такая нестандартная т.с. к два окошечка с цветами высечки вырубка бусинки стразики пайет очки и точно цветы ручной работы через какой красивый цветок покрыт как-то типа снежком таким с блестками ну прикольно он первый раз просто такую форму вижу я немножко удивлена думаю такая на размер практически уже чуть-чуть и будет открытка думаю ничего себе что это за т.с. к такой размер первый раз встречаю ну прикольно знаете такая форма весьма необычная забавно у нас тебя посел большое очень интересно конечно хорошая идея такая с окошечками геометрия такая забавно можно повесить даже то есть прикол в том что даже можно крючок и повесить как мини картина такая идея прикольная да ну забавно всем я как бы тут задумалась уже что с чем можно сделать настя большое тебе спасибо за обмен очень рада нашему знакомству и милости приятности это всегда так грей душу вот так что первая т.с. к пошла вот ну а я еще включусь пока пока снова привет небольшое включение в общем ребята я тут немножечко хочу разразиться гневными восклицаниями по поводу отправки т.с. как вы знаете недавно я проводила скажем так обмена т.с. ками предлагала свои т.с. к чем менялась активно с девочками и большая часть моих а т.с. к она уже отправлена и большая часть уже дошла но так получилось что вот не на дня буквально написала девочка с украины и поделилась тем что до нее дошел мой пакетик а т.с. к внутри не было я была в шоке ну как что происходит почему дело в том что я из белоруссии и так как у нас скажем так не хочется вдаваться в политический распри это совсем не об этом канал но тут невозможно не зацепить потому что раньше я спокойно отправляла все посылки на украину только единственное что как бы у нас ввиду как бы заграничных отношений до цена конечно же резко возрастает тарас а во вторых все пакеты все проверяется это нюансы которые касаются военного военных таких моментов и нюансы которые касаются в общем политизации меня это совсем не интересно было до этого времени потому что ну так получается что пакет был вскрыт и из него достали насколько я поняла а т.с. к а все остальное отправили дальше я не понимаю с чем это связано объясню у нас на почте всегда проверяются содержимое то есть чтобы вы не передавали чтобы вы не отправляли перед отправкой на почте работник почты обязательно проверить содержимое пакета если это посылка или бандеролька обязательно пишется такая ну типа накладная что ли заполняется что там внутри на какую сумму товара и все такое ну я отправляю простыми письмами а т.с. к вот и как бы никогда с этим проблем не было небольшие пакетики как раз для почтового ящика и как раз таки вот в общем для того чтобы отправить небольшую какую-то штуку вполне себе удобно и на украину также доходили и вот оказывается что не дошло а т.с. к достали именно т.с. к то есть все подарочки которые я передавала хотя возможно даже не все я вот сейчас в некотором таком пространном состоянии потому что некоторым девочкам я ложила в подарок ножики и я вот сейчас думаю блин а ложила ли я в этот пакет нож я имею ввиду прошел ли металл потому что даже при моем путешествие на украину в далеком 2019 году произошло так что меня всю металлоискатели давно не искать или как-то правильно сказать на детекторах всяких этих прощупывали просматривали и если что-то звенело тут же просили открыть а так часто бывало что я везла с собой краски а у красок допустим у фабрики декору баночки вот нормальная а крышечка она металлическая это все звенело и меня осматривали да в общем я щас немножко в таком шоке нахожусь и думаю вот с чем это связано возможно с тем что у меня а т.с. ки они не плоские то есть видите а т.с. к имеет сама по себе высоту хотя вот здесь это маленькая высота здесь всего два цветочка хотя да я использую конечно же картон для того чтобы увеличить высоту чтобы получилось как можно больше интересных деталей и вот я щас задумалась а вот возможно в этом причина хотя я бы не сказала что они сильно большие ну да это конечно же не бумажная корреспонденция но я как-то в шоке потому что мы от ски в принципе доходили в принципе у меня не было таких проблем чтобы что-то не доходили не доходило и я вот смотрю сейчас и думаю блин это же вот вот реально сейчас эта проблема отправлять и все девочки которые не получат асс к я надеюсь это только один человек потому что ну это прям нехорошо прям некрасиво прям жалко а в общем я наверно буду делать серию а т.с. к более плоскую странно для меня это потому что ну как-то я люблю объемный декор и все такое ну здесь вот ввиду такого проблемного отношения между нашими странами возможно это потому что иностранное возможно потому что из беларуси еще никогда такого не было чуть такое вообще ужас фу я короче вот выговорилась так что вот такой вот момент с т.с. к и мне ужасно стыдно за то что оно так получилось я думаю может надо было другим каким-то вариантом отправлять но как-то всегда отправлялась всегда доходило а тут вот такой вот сюрприз а бывало ли у вас такое поделитесь в комментариях пожалуйста может у вас тоже такие проблемы бывают ну и вот буду еще включаться надеюсь до меня тоже отойдут т.с. к которые отправляли девочки и настроение улучшится и снова привет продолжаю снимать видео моих посылочках обменом а т.с. девочками и у меня наконец-то в руках коробочка от наташи честно говоря у нас с ней произошла такая коллапс очень произошел потому что коробочка почему-то ко мне не дошла в первый раз на почте мне ничего они не сказали и даже несмотря на то что мы из беларуси вдвоем я и наташа так получилось что коробочка отправилась обратно к ней короче как лягушка путешественница туда-сюда покаталась это неудовлетворительно потому что ну как бы приходится снова платить это раз во вторых неприятно почему тебе на почте мне отдали не предупредили о том что пришла посылка мне непонятно тем более я довольно часто бываю на почте и мы мне могли бы об этом сказать то что я каждый раз даю паспорт каждый раз спрашиваю если что-то на мой адрес и по беларуси и по международным посылкам и китайским вот поэтому для меня довольно странно что мне ничего такого не сказали не принесли но вот второй раз у нас наташа наконец состоялась посылочка состоялся обмен ура ура и давайте же распакуем что же мне пришло контакты наташи как и всегда как и всех девочек с которыми я обмениваюсь будут в инфобоксе так что вы не пропустите ну давайте посмотрим что же здесь коробочку я открыла но признаюсь честно посмотрела только то что сверху клянусь клянусь потому что но думаю так сейчас все открою и предвкушение все куда-то уйдет а это будет просто нечестно вот поэтому начну с самого верхнего что сразу же увидела и тяжеленько что-то тяжеленько и так у нас тут красивая коробочка в коробочке вкусняшка судя по всему так давайте рассмотрим коробочку блин какие красивые пуансетти причем вот эти вот классные с прожилками очень красиво смотрится наташа напиши пожалуйста мне чья это фирма потому что очень красивая пуансетти у меня форма похожая есть но у меня прорубает насквозь а эти очень красивые блин такие классные еще на кальке смотрится здорово вот это тоже очень красивая пуансетти красненькая она более объемная выпуклая здорово выглядит так последние тренды ниточки торчащие в еловые веточки шишечки кружевка высечки выглядит конечно празднично здорово о снегирь такая красивая композиция интересная бумажка я такой не видела в принципе за последние годы мало что видела по бумажке так сдалека смотрю вот ну что давайте развяжем и посмотрим что тут все-таки ну любопытно ждал тогда это да а все все понятно и здесь у нас на риттер спорт цель на весной рекламе вкусняшечка с орешками твердая блин это мне неудобно я свои отрезки обычно отправляюсь какими-то только скраповыми вкусняшками когда накладывают всего всего еще такого вкусненького так вот немножко становится странно думаю блин я как то не привыкла что ли накладывать еще каких-то вкусняшек если это не какой-то новогодний обмен типа тайного санты а здесь вот вот наташа спасибо тебе огромное я очень люблю орешки очень вкусно я продажу постараюсь беречь но вот как устоять цельный лесной орех еще и молочка вкусненько должно быть это спасибо тебе огромное это явно уйдет и я уже вижу здесь что здесь лежит чаечек как раз вот гринфилд черный с черникой ванильные кренбери то что у нас господи хоть бы запомнить кликва вроде вот и такая же блин вкусняшки вкусняшки конечно будет так что обязательно поплю чайок скушаю шоколадку но попозже стараюсь как-то контролировать свои поедания сладкого хотя это не так получается вот но все равно большое спасибо очень все это так душевненько и тепленько переходим дальше итак я же сразу вижу здесь от ску но решила ее оставить на потом и для начала давайте же посмотрим что тут за интересные вкусняшки лежат ну я вижу что уже наша почта большое спасибо что-то разломала но бывает и такое к сожалению конечно неприятные моменты но бывает да классный кстати пакетик с органзы здорово сразу настроение задает не просто пакетика вот с органзы пакетик здорово так пластика очень легкая похоже на эри пластику типа от арт просвета или еще что-то подобное у меня моя подружка лена марченко она тоже делает пластику не тоже вот такая вот встречается ну такая вот практически невесомая вот вот совсем-совсем легенькая так вот такая рамочка потом я здесь вижу цепку я вижу ангелочка без крылышка крылышко где-то по ходу вот крылышко ладно я все это конечно же приклею друг другу сейчас я еще что-то разломаю я обязательно все это доклею приведу в божеский вид просто ну почта как обычно вытворя чудеса такая вот птичка красивенькая класс люблю эти птичек кстати очень сильно тем более сейчас весна и самое то добавлять птичек в различные работы и здесь еще насколько я понимаю это тыковки да две маленькие тыковки как здорово спасибо большое наташ тыковки конечно доживут до осени пусть лежат а вот эту красоту я обязательно склею и буду использовать почта конечно творит чудеса но это явно была очень красивая рамочка и она кстати по ощущениям вот вот если это эри какая-нибудь такая воздушная масса то здесь уже что-то другое потому что более такой тяжелый материал но все равно очень красиво детальная прорисовка тоже довольно таки симпатично на рамочках так вообще здорово видно вот птичками посложнее здесь ну и материалы различные здорово спасибо большое добавлю свою коллекцию пластики и надеюсь буду использовать ее почаще и здесь у меня еще один пакетик тоже такой из органзы наташа то что там фабрика что ли я не поняла так что-то уже выпадает так сейчас давайте вот так вот сделаем все высыпем тут у нас всякая мелочевка приятная и полезная для творчества давайте рассматривать так я вижу сразу же первую елочку на прищепке прикольно я когда участвовала в ярмарках и являлась ремесленником официально зарегистрированным сейчас я как бы уже не являюсь им открытки творю все делаю но официально на ярмарках не участвую и как бы не принимаю участие в таких мероприятиях но когда это было я такие прищепки причем любые абсолютно любые большие маленькие которые мы часто вскрываем крапи используем а я их брала с собой для того чтобы на стенде у меня стенд такой был перетянут нитками то есть две такие перекладины с гвоздиками и на них мы натягивали нитки и потом на эти ниточки ну такой шнур плотный и на шнур потом за счет прищепок крепили вот открытки и всякое такое то что можно было подвесить в основном это были открытки тэжики в общем я эти прищепки использовала по другому назначению но это тоже довольно здорово кстати вот современные веяния а в декоре вот повесил прищепку собственно говоря на елку и хоба уже уже как бы украшению почему нет спасибо большое прикольненькая пополнит мой пакетик с прищепками так здесь у меня пуговичка на ребеночек я с детским не очень но пусть будет пригодиться он сапожок тоже какая-то пластика на сапожок прикольным со снежинкой так здесь у меня опять-то божья коровка упалом здесь у меня божьи коровки короче понятно да она ускакала ладно я подниму чуть позже божьи коровки деревянные на спененном скотче тоже довольно таки миленькие в летних работах смотрятся довольно таки хорошо ракушечки тоже пригодятся в морских работах несколько штучек ракушек еще прищепки ну точно прищепки однозначно пополнит коллекцию мне еще нравится в альбомах когда делается прищепка цепляется на шнурочек и можно прицепить вкладыш с подложкой для фотографий просто взять прицепить и так она держится то есть я так делала уже у меня был такой прием в альбоме и это довольно таки прикольно и удобно то есть такая замена магнита и если у вас не осталось места можно просто на твоей линии где у вас проходит строчка если в альбоме строчка пристрочить еще шнурок с такой прищепкой и если надо он будет держать часть подложками вот довольно таки удобно так вижу здесь вот такие блестящие камушки бриллианты бриллианты ну прикольно конечно сверкает камера причем не передает как они сверкают у меня тут прям в глазах рябит но прикольно спасибо большое постараюсь их добавить куда-нибудь в работы я правда не часто такое использую но думаю сейчас какие-нибудь женские работы это будет прикольно смотреться так у меня тут еще рыбка и бабочка бабочка вот такая красивая металлическая маленьком не такой не было он точно металлическая так очень аж она пластиковая на на пластиковая потому что она очень легкая и рыбка такая же тоже пластиковая но прикольно не встречала таких но пригодятся понятно все у меня падает сегодня и вот такая штучка тоже непонятно по моему тоже пластиковые китайском вроде китайские драконы да да вот и скрепочка с конвертиком у меня по-моему такие наборчики есть на тоже не очень классные вот так они выглядят работы взяла листик чтобы показать вам вот одевается и здесь у нас получается получается что ничего не получается так где мое сердечко где-то здесь должно быть сердечко вот 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 так вот получается красиво то есть конвертик такой прикольный с сердечком и здесь вот такая вот скрепочка здорово спасибо большое наташа очень мне нравятся такие штучки они миленькие и задают частенько настроение в работах смотрим дальше так я здесь вижу сто процентов и т.с. но дело в том что под а т.с. к и что-то еще лежит эти штучки такие прикольные у меня таких нету ну пусть будет пусть полежат тоже здорово так здесь тоже подарочки 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 так а здесь я вижу отдельный идет магнитик судя по всему так я ненавижу власти деньги когда они чужих руках но забавно это да это магнитик повешу на холодильник пусть будет это прикольно я думаю даже моему любимому человеку это понравится это для него более так актуально я такой человек который в общем финансы для меня вторичный поэтому я как-то не задумываюсь об этом а вот он такой ну мужчина мужчина да я думаю ему это понравится спасибо большое ну и тут еще один подарочек мне так еще два подарочка я не понял наташа что это такое ты как-то меня балуешь балуешь ну это фабрика рекору я уже сразу вижу как человек который работал с фабрикой я узнаю за километр принты и упаковку и так коллекция red rose как раз таки я вот собираюсь заняться альбомом sensual love которому чуть позже были выпущены он розовый к нему чуть позже было выпущена он скажем так дополнительная такая декоративная секция в виде высечек красного цвета и по моему желтого и там по моему еще какой-то такой оттеночек в общем я помню что точно были еще красные были желтые у меня классические розовые а вот красных не было и на камере к сожалению красный какой-то слишком бледный чуть-чуть поярче но все равно хорошенькая коллекция люблю эти розочки люблю вот этих всяких мушек бабочек которая здесь находится в коллекции надписи немножко надписи пригодятся вот здесь можно посмотреть сколько в коллекции вот этих вот элементов что-то по два что-то по одному ну то есть видите полезная такая информация сзади здорово спасибо большое люблю фабрику декору и конечно же цветочки розочки и всякое такое добро обязательно пригодится ну и что у нас здесь еще наташа ты меня балуешь так термо наклейка на ткань альбом 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 ну альбом 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 причем я вижу что она я немножко не знаю что это мне кажется что она она из чего чего на стеснение я так понимаю это не блестящая штука а что-то типа ткани потому что я никогда не делала вот эти вот термо переводки всякие на альбом и не знаю буду ли я их делать возможно не знаю но интересно посмотреть подержать в руках я как-то таким никогда не занималась просто стиль в котором я работаю он не предполагает подобных экспериментов с работами хотя возможно и попробую разок или два в общем пусть полежит спасибо большое интересная такая штука никогда не пробовала но всегда чего-то надо начинать нового вот возможно в ближайшем будущем я и попробую сделать что-то здесь еще вот что это пайетка пайетка осталось вот ну и конечно же давайте от ску посмотрим она тоже пакетики подавала дан аккуратненько достаю 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 я не помню как бы я девочка в основном сказала что он пусть будет сюрприз то есть я не буду выбирать от ску пришлите мне то что считаете вот ну сами выберите пусть будет сюрприз как-то в последнее время для меня это более актуально вот эту часть сюрпризом пускай лучше будет так мне при получении будет куда интереснее рассматривать вот и так отец к автор марчученко наталья надеюсь я правильно почитала фамилию так серия музыка для души карточка один из четырех instagram вот можно посмотреть наташи но я обязательно все контакты оставлю и когда была создана серия вот в апреле прошлого года здорово хорошенький штампик мне нравится и тогда он так давайте рассматривать вместе темный такой фон в основе прикольно насколько я вижу она полубумажная и на основании есть краска возможно текстурная паста или это пудра что-то блестит на пальцах наверно пудром хотя возможно я ошибаюсь вот здесь вот точно пудра а вот в основании что-то есть такое интересное прикольно тут ножик поработал виде сот высечка в виде часиков цветочек он с эти на пудра золотая точно есть топинги вот такое сетчатое полотно классно кстати смотрится в работах надо и мне такой прикупить очень здорово она смотрится то обычно сезаль треплю а это классно такой более тонкая более изящная бабочки музыка это чип судя по всему до нотка чип и немножко топинга любви класс спасибо огромное наташа очень она такая интересная прикольно вот у меня редко получается делать плоские от эски я обычно слою 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 вот надо мне тоже получится и делать такие вот небольшие но прикольные спасибо огромное обязательно пополнит это эскому коллекцию и буду периодически доставать и любоваться вот так что огромное спасибо шлю любовь и обнимашки любить ему такая актуальная сейчас вот спасибо огромное за все это немножко неожиданно было вот получить вот это вот потому что я как-то не привыкла обмениваться от эсками с вкусняшками что-то мне как-то в голову то не приходило раньше это не было принято и у меня такие понятия стали что как бы прислать нужно полезности для скрапа а для души обычно уже какие-то праздники присылают но я поняла что надо исправляться вот так что огромное спасибо пойду укладывать эту эску в мою специальную коробочку с богатствами нас коллекция других мастериц ну и ждем следующей части интересно от кого будет следующая теском спасибо за внимание и до скорого